Всем привет, очень рад вас видеть. Я в Харькове в 2011 году жил полгода, работал в компании ProModa, потом поехал основал в Днепре компанию, которая занимается услугами, в том числе сейчас на запад. Меня, как и Дениса Нарижного, тоже переместили из клиентского, для бизнеса, в специалистов, но сильно на доклад это не повлияет, потому что я думаю, что всем, кому интересен рынок США, в принципе информация примерно будет одинаковая. Единственное, что я решил сегодня чуть-чуть переформатировать доклад и рассказать такие фишки, которые бы для бизнеса, наверное, бы я не рассказал, чтобы для вас было более интересно. Для начала хотел бы задать вопрос. Поднимите руки те, кто занимается продвижением в США, именно в Штатах. Очень много людей, достаточно, где-то треть. Сразу хочу перед вами, не то чтобы извиниться, но сделать такой небольшой комментарий. Я сегодня буду говорить о важности некоторых вещей, потому что на самом деле фишек, их много мелких, но мы из них очень часто не понимаем, что действительно важно, а что нет. Некоторые вещи я, понимая их важность, вытягивал из них очень много результата. Немного о нас. У нас всего есть 20 минут, и за эти 20 минут я хочу рассказать про наш опыт. Ну, скажем так, кейсов в Штатах, открытых, в Рунете, их не так много на самом деле. То есть есть как бы известные люди, которые занимаются продвижением на Запад, но в целом в основном, если мы какие-то кейсы читаем, то это в основном какие-то западные, западные блогеры и так далее. Поэтому я начну непосредственно с тех кейсов, которые у нас есть, для того, чтобы вы понимали, ну, в общем-то, какой у нас есть опыт. Потому что опыта очень много, даже больше, наверное, такого негативного. Но сегодня я расскажу то, что действительно получалось и что мне можно показать. Мы пройдемся по инструментам, таким, скажем, основным. Наверное, больше для тех, кто планирует заниматься этими вещами в Штатах. Имеется в виду SEO. Мы поговорим о нюансах в контенте. Мы еще также занимаемся собственными проектами. Проекты под AdSense и под Amazon. То есть сейчас на Западе есть такой известный тренд работы и создания сайтов под Amazon. Любой SEO-шник, который работает сам на себя, в общем-то, и который хочет начать со Штатов, наверное, есть смысл именно начинать с проектов под Amazon. Мы поговорим о нюансах в ссылках и сравнение двух одинаковых проектов, которые мы в этом году сделали для Рунета и для Запада в одинаковых темах. Я покажу разницу, ну, в реальности разницу между тем, как они двигаются в Яндексе и как они двигаются в Штатах. Немного такого о нас. Мы в 2011 году начали, то есть начали с Рунета. В 2013 взяли первый проект под Штаты. Как видите, в 2015 году количество проектов у нас было порядка 15%. Ну, как бы не секрет, и всем понятно, почему в следующем году у нас их стало 40. То есть мы очень сильно сфокусировались именно на продвижении и на Западе. В основном мы занимаемся не серыми методами, сразу говорю, то есть это не эсейки, не какие-то сомнительные партнерки, не дейтинг, это коммерческие какие-то сайты. Это сайты перевозки в Канаде, фотографы в Пунта-Кане. То есть это те, кто реально занимается бизнесом, те, кто реально вытягивает бизнес из клиентов или какие-то сервисы. В Украине мы работаем с этими компаниями, на Западе мы очень много работаем с IT-компаниями. То есть это наши, которые ориентированы за границу, аутсорс. Если кто будет в Киеве на аутсорс пипл, я там буду как раз таки рассказывать про продвижение аутсорса. Поговорим, в общем-то, мы о Штатах. Сразу я начну с кейса. Я в январе месяце… Ну, я выступаю нечасто. И последний раз я выступал в январе. И решил сделать такое, что было, что стало. Что было в январе. И что стало с теми проектами, которые я показывал в кейсе. То есть я решил их не менять, не обновлять. Что с ними стало сейчас. И что вообще было в промежутках. Вот как раз для специалистов расскажу, что стало в промежутках. Это кейс Ялантис. Ялантис – компания, которая занимается разработкой мобильных приложений. В Днепре 110 человек в штате. Мы начали с ними с нуля. Несколько лет работали. Ну, в общем, это, наверное, один из самых успешных коммерческих кейсов, потому что ребята получают порядка 100 лидов в месяц. Ну, уже когда больше, когда меньше. Это дает им контракты на суммы сотни тысяч долларов каждый месяц, теплые. То есть для аутсорсинга это, скажем, очень редкий случай, когда бренд, украинский бренд, то есть позиционирует себя даже не как аутсорсинг, а как компания, которая делает достаточно дорогие мобильные приложения. Средняя стоимость мобильного приложения 25 тысяч долларов. Я показал этот кейс, вот это уже типа мега успех. То есть 5 тысяч в неделю трафика, то есть у нас на этот сайт переходит. И, соответственно, есть кейс, то есть есть подтверждено то, что владелец, мы сняли видео с ним, все хорошо, но в феврале месяце на этот сайт сослалось около 3 тысяч ссылок с порно. То есть если кто-то из сеошников понимает, то есть кто-то посмотрел и решил на нас поставить ссылки с порно. Мы эти ссылки побороли в Десау, несколько месяцев остановились в развитии, стагнировали. На данный момент у нас мы выросли два с половиной раза, то есть через там, грубо говоря, там 8 месяцев. На данный момент уже в неделю трафик у нас 12600. То есть, но, скажем так, столкнулись с другими проблемами, с продвижением высокочастотки, с конверсиями и так далее. И нельзя сказать, что с ростом трафика у нас там очень сильно увеличиваются лиды. Вот, они увеличиваются, но вот не в такой прогрессии, как раньше. И трафик стало добывать тяжелее. Второй кейс это Ratatype. Здесь тоже интересный есть инсайт. Я его тоже показывал в январе. Это сервис, который принадлежит ребятам из Work.ua. то есть, они тоже решили выйти на запад, тоже где-то в 2014 году сделать свой первый TidePint Tutor. Это приложение для печати, для увеличения скорости печати. Мы им сделали порядка 5000 в сутки. И все лето у нас, если видите, такая стагнация, в сентябре рост. Вот очень интересно, почему этот рост возник. Мы три месяца впустую писали письма различным преподавателям в Штатах. В разных, грубо говоря, школах, университетах, но в основном школах. И не получали вообще ответа. То есть, со 100 писем мы получали 2-3 письма в ответ. Но когда наступил сентябрь, описали мы им следующую информацию. Мол, так и так, у нас на сайте появились групповые занятия, вы можете взять всех своих детей, объединить их и устроить соревнования в школе, прямо в классе. И, соответственно, они нам не отвечали все лето, мы думали, что вся эта работа была впустую, но когда начался сентябрь, у нас трафик сразу перевалил за 15 тысяч в сутки и начал расти. То есть, люди, мы видели OpenRate, то есть, люди открывали письма, но не отвечали нам ничего. Но когда вышли в школу, начали, действительно, начали появляться сами по себе какие-то ссылки в публикациях, люди начали рекомендовать. То есть, вроде бы не очевидная такая работа, никто не отвечал, и как бы, а в итоге получилось то, что получилось, мы выросли. У нас на блоге мы публикуем иногда статьи. Вот эта статья, мне кажется, она не получила должного внимания, потому что мы не то чтобы URL не спалили, мы даже тему не спалили. То есть, потому что, если мы скажем тему, то сразу уже вы найдете URL, и сразу у меня появятся ссылки на порно. И мы, соответственно, решили этого не делать, но сегодня немножко приоткрою завесу. Это сайт парня во Львове, который плохо знает английский, ну как плохо, он может читать на английском, но он не нейтив, параллельно занимается строительством, сделал ресурс, который сейчас, ну мы там начали им заниматься, но, грубо говоря, сейчас его объем трафика составляет порядка 5 миллионов посетителей в месяц. Это его ближайший конкурент, это известная в общем медиа, то есть, в котором работают люди, в котором работает штат из там десятки людей, редакторов и так далее. У него редактор жена, то есть, какой-то копирайтер отдельный, человек, который подбирает фотографии, которые мы воруем в инстаграме. Вот, то есть, как бы, чтобы вы понимали, то есть, такие кейсы есть в Украине, такие кейсы, но я таких кейсов очень мало знаю в Рунете. Тема как бы женская, то есть, основанная на фотографиях, не на уникальных фотографиях. То есть, это кейсы, которые реальны, которые есть, которые есть в аналитике и которые, ну, как бы, мы с 13-го года, нам удалось получить какие-то результаты. Ну, антикейсов тоже полно, но, как бы, начнем с хорошего. Нюансы продвижения в США. Первое, это, ну, надо понимать, что Google Webmasters одинаков для всех. Если вы плохо разбираетесь в нем в Рунете, вы, скорее всего, плохо разбираетесь в нем и на Западе. То есть, на самом деле, если взять среднестатистического SEO-шника, не факт, что он хорошо понимает вообще, что ему показывает вебмастер и как с ним работать. Дальше я покажу, какие видео посмотреть, чтобы, может быть, сфокусировать еще ваше внимание на этом. это очень важно в плане технических каких-то штук, которые иногда просто блокируют возможность сайта выйти или вылезти в топ. Конкуренция именно в Штатах, мы даже не говорим про Европу, именно в Штатах, она существенно отличается. Я тоже сегодня покажу один, ну, для меня это был лайфхак, вот, так как есть много проектов контентных, которые сделаны под AdSense, может быть, кто-то из вас делает проекты под AdSense, но конкуренция реально, гораздо больше. Контент в 3-4 раза дороже. В принципе, самое главное, то, что отличается, и я думаю, что это подтвердят все, кто делают SEO на Запад, это отличается методика добывания ссылок. То есть, ну, в общем, все на таком каком-то уровне первобытного вебмастера сейчас, да, то есть на Западе. И к этому, в общем-то, мы приходим и в Рунете. То есть, вы тоже скоро станете первобытными такими SEO-шниками в Рунете, потому что будете все ссылки не покупать где-то, а добывать. Хороший SEO-шник под США, по моему опыту, в штате сейчас работает порядка 50 человек на клиентских и на каких-то собственных проектах. Так вот, хороший SEO-шник под США, это вообще не SEO-шник, это маркетолог. То есть, он плавно превратится в любом случае, вот он изменится, мутирует, он изменит свое мнение о том, какой должен быть контент на сайте и так далее, он плавно превратится в маркетолога. Если нет, то это как бы не очень хороший SEO-шник под США. Добывать трафик можно не только из Google, то есть, мы добываем трафик из других источников, таких как Pinterest и другие социальные сети и так далее. Я, так как у меня всего лишь 20 минут, я просто хочу порекомендовать видео из последнего на запад SEO-профи от Дмитрия Бондаря. Это видео инструментарий западного SEO-шника. Что хорошо, это видео одинаково полезно и для тех, кто продвигает на запад, и для тех, кто продвигает в Штатах. То есть, и там Дима рассматривает непосредственно инструменты бесплатные. Пять инструментов, без которых как бы нельзя. Ну, если вы в какой-то коммерческой выдаче, они тоже, наверное, для вас известны. Может быть, кто-то не использует какие-то из них. Сейчас Ahrefs пытается заменить Simrush, Simrush пытается дополнить данными, те данные, которые дает Ahrefs, но на самом деле как бы все просто. Backlink это Ahrefs, Simrush это Keywords. Market Samurai использует не так много людей. Я сейчас покажу, зачем его использовать. SimilarWeb, и если взять сейчас любой ваш сайт и загнать его в SiteChecker Pro, это как раз инструмент Димы Бондаря. То есть, даже я в проектах, которые вылизывало три SEOшника и так далее, находил какие-то такие тупейшие ошибки именно на этом проекте. То есть, очень рекомендую. Там порядка 160 параметров, которые можно посмотреть именно on-page аналитика. Так, начнем с самого простого. это реалии на большом трафике мобильных устройств в штатах. Потому что, ну, как бы, не у всех, я думаю, есть какие-то проекты там клиентские или свои с большим трафиком на западе. Если посмотреть внизу, если здесь есть кнопка, но я не буду в общем-то рисковать, а вот внизу у нас на проекте, на котором порядка 350 тысяч в месяц поискового трафика 83% это мобайл. Это вообще, ну, это 83%. Это не 30, как у нас, это не 20, это 83. Это абсолютно другие требования к поведенческим факторам. Об этом мы тоже немножко поговорим дальше. В общем-то, на очень большом таком трафике порядка там, если в предыдущем слайде это 10 тысяч в сутки, если у вас 220 тысяч в сутки, ну, как бы, мобайл это уже почти под 70%. То есть, это старый слайд январский, сейчас этот трафик у нас еще вырос уже 70%. Это крайне важно понимать. Вот прям очень важно. Потому что, вроде бы, как бы, мы все об этом говорим, но когда ты заходишь в аналитику и видишь как бы такое, начинаешь думать о том, как правильно сделать свой сайт под мобайл и как его монетизировать. Нюансы по контенту. Ну, конечно, нужно стараться заказывать не у наших. То есть, в любом случае, поверьте, как бы, из нашего опыта только очень такие поверхностные простые тексты можно заказать у даже хорошего переводчика. Купить нормальный текст, опять-таки, все пытаются и говорят там золотая пельня, какая-то таблетка, iWriter.com, типа, заходите на iWriter.com, там есть все. На iWriter.com вы найдете, скорее всего, индуса, который будет выдавать себя за нейтива. Я не знаю, если кто-то как бы столкнулся с этой болью, ну, мы как бы столкнулись и какие-то хорошие тексты, даже если у вас там gold-пакет какой-то, вы на iWriter заказать не сможете или сможете, если вам повезет. Мы используем Upwork, то есть это тоже не идеальный вариант, но там вероятность того, что мы найдем настоящего американца и который хорошо пишет, ну, в разы больше. Больше вероятности, что выберите нормальный контент. Мы, если все-таки контент пишется на iWriter, или же пишется нашим переводчикам, очень рекомендуем еще раз заплатить за вычетку этого контента. Иногда мы находим очень сильные ошибки. Почему это важно? Потому что если вы это не сделаете, вы не будете даже понимать, почему он не лезет, потому что вы не native, даже если вы хорошо знаете английский. Специфически, если у вас контент, то нужно искать блогеров, то есть стоимость такого контента там от 100 долларов за одну публикацию, то есть это уже работа на каких-то, ну, то есть можно писать напрямую блогерам, ну, и так далее. То есть это уже такая точечная работа. Подбор тематик для статей. Вот мы начали делать для статей, которые мы там подбираем или делаем под Амазон или еще под что-то. Начали делать вот такую табличку. В этой табличке мы анализируем выдачу, то есть это выгрузка из Market Samurai, то есть в которой мы смотрим вообще, кто против нас, грубо говоря, ранжируется. Так как темы белые, не те, в которых постоянно раз в полгода меняется выдача, темы достаточно такие устаканившиеся. Например, Pregnancy. То есть попробуйте вывести запрос 27 недель беременности. Это уже можно назвать, скажем, таким очень конкурентным, очень крутым запросом. Это не низкочастотка. В Рунете можно вывести, не то чтобы легко, но можно. А на Западе вы увидите вот примерно такую картину. То есть сайты, которые в топе, они даже не 2000-х годов, они 98-го года, 99-го. Контент очень старый, линков на каждый документ очень много. То есть нагнать эти линки очень сложно. Нужно искать в первую очередь, если вы хотите какой-то показать результат или какой-то результат получить, нужно в первую очередь подбирать темы, где вы видите, что как-то пробираются новички, какие-то сайты, которые недавно ранжируются. Это тоже, скажем, важно. на информационном сайте нельзя добиться глубины просмотра полторы страницы. Типа такая есть теория. Если зайти в любой контентный проект, вы как бы это увидите. Мы доводим этот показатель до 3,5, до 4 и куда больше страниц. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы просто смотрим на самые популярные сайты в мире в разных тематиках и смотрим, что они используем. У них ведь в аналитике тоже 80-70% мобильного трафика. И соответственно они тоже это видят и они тоже это анализируют. То есть они используют две такие фишки. То есть если зайти, это сайт webmd.com и если зайти на любую статью, если видите, она уже заточена под мобайл, она разбита на такие блоки, она сокращена, то есть она длинная, но она сокращена, вы можете ее развернуть и вы можете кликнуть. Это простые штуки, которые нам дают очень много для работы в AdSense, то есть очень много для монетизации и мы их используем очень часто. В Рунете, например, очень редко, когда вы встретите такие сайты, которые это используют, потому что сейчас в Рунете проблемы с мобильным трафиком особо нет. На него мало кто обращает внимание. Делают адаптивку, ну типа адаптивку, но эта адаптивка не нацелена на то, чтобы там монетизировать этот трафик как-то дополнительно, улучшить монетизацию, улучшить глубину просмотра, сделать его удобнее. Эта адаптивка сделана для того, чтобы вы прошли типа, грубо говоря, тест Гугла на адаптивность и все. То есть это виды подачи контента, это, например, фотоконтент, который вот так подается. То есть простые вроде бы идеи, то есть просто слайдеры, где меняется все, но эти статьи хорошо ранжируются, они имеют лучший поведенческий фактор и очень стоит обращать на них внимание. в принципе, они на некоторых статьях используют также банально погенацию, то есть при этом вся статья в исходном коде находится на одной странице. Это тоже как бы важно понимать. Перейдем к самому главному, это к линкам, то есть на самом деле в реальности так вот все, что я показал, это не такие прям большие отличия. Самые большие отличия это в том, что на единицу времени там SEOшник в Рунете и SEOшник на Западе добывают десятки раз там меньше ссылок, чем, например, SEOшник в Рунете. То есть основное отличие это ссылки. Нет автоматизированных бирж, они вроде бы есть, но их нет. То есть если в SEOшнике в Рунете используется PUT, то ее уже использовать я рекомендовал бы только точечно, только на релевантных ресурсах и только вручную. То есть действительно как бы стремно ее делать. Но есть как бы нормальный такой подход. У нас так случайно получилось с проектом, который мы купили. Некоторые проекты мы покупаем. Так вот мы купили для себя один проект, который качнул вебмастер с ОПОЙ. Проект хорошо монетизировался, приносил нормальные деньги. Ну СОПУ было стремно снимать. То есть мы как бы решили, что будем снимать, но нужно же как-то ссылки менять, какие-то ставить взамен. Поэтому это в общем-то забили на эту всю ерунду, пошли что-то делать другое. Сайт попал под фильтр. В итоге нам пришлось снять все ссылки и так далее. Но в принципе когда мы его взяли, на нем было 3000 посетителей, эти посетители выросли до 7000, а когда на нас наложили фильтр, 7000 превратились в 20 посетителей в день, а когда мы его сняли, 20 посетителей в день плавно вернулись до 5. то есть фиг его знает, если бы мы купили ссылки, то есть не купили ссылки, просто бы органично пытались его вырастить, были бы в итоге через полгода или год эти 5000. То есть такой вот интересный вопрос, мы его иногда себе задаем, но пока не тестим. Да, вот, то есть на западе нужно добывать ссылки в итоге и на западе отвечают на письма. Если для SEO-шников в рунете почта это вообще не инструмент, то если вы собираетесь продвигать на западе, почта это очень рабочий инструмент, потому что почта это рабочий инструмент для тех, кому вы пишете, то есть люди отвечают. В рунете очень редко отвечают. Процесс. То есть как построить процесс? Задача создать свою базу рабочих ссылок. То есть наша задача на данный момент, как в общем-то людей, которые занимаются своими проектами и клиентскими, это сделать свою уникальную базу ссылок. Вот мы стояли здесь, общались с ребятами, то есть какие-то ссылки у меня прямо на языке. Для их проекта я знаю уже какие-то проекты, где можно поставить ссылки, знаю стоимость и так далее. Более того, мы торгуемся, то есть мы выторговываем для себя хорошие цены и в общем-то это и есть наверное конкурентное преимущество какого-то одного агентства другого. Это то, какая у них база проработанных ссылок. Ищем коммерческие ссылки вручную, то есть я чуть-чуть расскажу о процессе. Отдельно есть команда, которая подбирает площадки, отдельно команда, которая пишет письма для того, чтобы писать письма автоматом и автоматом грубо говоря отправлять снова эти письма и улучшать конверсию в открытие и переходы мы используем reply.io. То есть если кто не знает, запишите, очень классный сервис. Лучшая ссылка это ссылка, которая поставлена не у того, кто ее хочет продать. То есть вот по сути если есть блогер, который, ну как бы в принципе его и так все устраивает, но вы с ним договорились, его не продают индусы, не перепродают. То есть если, ну знаете, такие есть проекты Huffington Post, да, я недавно видел, что ссылки на них продаются за полторы тысячи баксов. Так вот эти ссылки могут быть очень даже в noindex, nofollow закрыты полностью. То есть прикиньте, отдать полторы тысячи, а у вас вся страница вообще не в индексе гугла, потому что непонятно, кто ее ставит. Минимум пять типов ссылок, которые мы ставим для любого проекта. То есть это ручные, это гостевые, директории, форум, комментарии. То есть тут как бы все понятно, на одни и те же ссылки давить не имеет смысла, и мы, в общем-то, разделяем эти ссылки, делаем вот такие таблицы. Это таблица с Википедии на Eilantis, которую мы поставили на странице Uber. После того, как мы ее поставили, мы сразу вышли в топ по очень важным для нас запросам. То есть на эту статью. Мы специально делали под эту линку статью. То есть мы не делали статью, а потом делали ссылки. Мы посмотрели, где поставить линки, а потом начали делать статью. Мы посмотрели, какие ссылки получает Uber уже, то есть страница Uber в Википедии. Посмотрели, решили, что мы хотим тоже туда поставить ссылку и специально под эту ссылку сделали контент, он вышел в топ. То есть немножко от обратного. Ставить ссылки системно, ну то есть из месяца в месяц. Использовать вот такие штуки. Уже многие SEO-шники имеют… Ну в Рунете так вообще у нас все очень легко и просто, и нам не нужно пользоваться такими вещами. Не нужно добывать ссылки. Это как раз команды, которые помогают искать упоминания конкурентов или искать нужные ключевые слова в, например, в какой-то ветке или в блоге, где есть хотя бы один комментарий. То есть не там, где нет комментариев, где хоть есть хотя бы один комментарий. Что нужно делать постоянно? То есть тут какие-то простые вещи. Нужно искать по конкурентам, особенное внимание уделять тем, которые вошли в топ и какие у них типы ссылок, то есть тех, кто недавно вошли в топ. Лучше всего наладить работу с редакторами площадок или блогерами, проверять, удаляют ссылки или нет. то есть SEO-профи, насколько я знаю, сделал там линт-чекер систему. Мы пользуемся своими инструментами, но тем не менее вы можете для in-house проектов использовать это, потому что ссылки удаляют, реально удаляют, через полгода спокойно она может исчезть. И создать внутреннюю базу ссылок, которая, в общем-то, подойдет для ваших процессов и подойдет для тех проектов, которые вы продвигаете. Скорость добычи трафика, то есть это в конце последнее, что я просто хочу показать. Вот проект в Фурнете мы сделали, выкатили его в начале весны и, в общем-то, можно назвать, что тема, можно сказать, что тема в очень похожих нишах, то есть похожих в плане конкуренции и так далее. Вот у нас разница получается в десятки раз в первый год. Во второй год США уже, грубо говоря, есть нормальный контент, нормальные ссылки, может догнать и обогнать в трафике сайты, которые мы делаем в Рунете. Но в Рунете Яндекс, в первом случае мы продвигали без ссылок вообще, просто на одном контенте. Это тема конкурентная, то есть, в которой уже много других людей. То есть, просто лучший контент, лучше собрана семантика. И все. То есть, вообще ничего не делается. Здесь уже ссылки ставятся, но все равно лезет очень-очень тяжело. Вот. Но, как бы, для нас разница такая. То есть, делать в первый год надо гораздо больше. Дольше, дороже, много ручной работы, автоматизировать микропроцессы, которых я частично упомянул. Отдача в десятки раз больше, чем в Рунете, в деньгах. В деньгах реально, ну, если есть отдача, то, как говорит Витя Карпенко, получается очень норм. Вот. И линбилдинг, отдельная профессия и отдельный отдел. То есть, у нас SEO-шник не ищет ссылки вообще. То есть, он занимается кучей всяких других вещей и он и общается много с отделом линбилдинга. То есть, это уже отдельный процесс. Всем большое спасибо. Пишите на почту вопросы, добавляйтесь в Facebook. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!